Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Мордине был обнаружен 11-тысячелетний храм. Министр иностранных дел Республики Арцах Маси Смейлян выступил в Конгрессе США. Президент Греции посетит Армению с официальным визитом. Сирийские армяне – люди высокого национального самосознания президент Башар Асад. Помпео и Чавушугу обсудили резолюцию Палаты представителей США по геноциду против армян. Французский парламент принял законопроект, осуждающий Турцию. Оркестр на Рэкаце выступит в Шуши с концертной программой. Во время раскопок в Даргичитской области, Мординской, Пюнике, области Западной Армении был найден храм с четырьмя колоннами, возраст которых оценивается в 11 тысяч лет. Основанная Хайком на Апетом, Пюнике, на протяжении всей истории служила колыбелью Шумерской, Акадской, Хецкой, Ассирийской, Урардской и Римской цивилизаций. Всего 25 цивилизаций. Раскопки относятся к периоду неолита, основание которого состоит из необработанных камней, пол покрыт затвердевшей глиной, а стены облицованы искусственными камнями. Храм был построен в тот же период, что и Порт-Оссар. Одна из четырех найденных колонн повреждена, остальные три полностью сохранились до настоящего времени. Храм площадью 80 квадратных метров имеет те же функции, что и Порт-Оссар. Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Республики Арцах Масис Майлян в качестве основного докладчика выступил на состоявшемся в Конгрессе мероприятии, которое было посвящено независимости Арцаха. Глава внешнеполитического ведомства Арцаха выразил признательность присутствующим на мероприятии конгрессменами за поддержку принятой накануне Палаты представителей Конгресса США резолюции о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи 1915 по 1923 годы. В своем выступлении Масис Майлян коснулся процессов государственного строительства, международного признания Республики Арцах, расширения ее международного сотрудничества, а также мирного урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Выступившие на мероприятии, конгрессмены вновь подтвердили свою решимость и дали содействовать укреплению безопасности Республики Арцаха и ее международному признанию. Члены Конгресса Брэд Шерман и Фрэнк Пулуон торжественно вручили главе делегации Республики Арцах министру иностранных дел Масису Майляну копию резолюции 296 о признании и осуждении армянского геноцида в Османской империи. По приглашению президента Республики Армении Армена Саркисяна 5 ноября с официальным визитом в Республику Армении прибудет президент Греческой Республики Прокопиус Павлопулус, супругой Власий. Как сообщили Армен Пресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в президенции президента Армении состоится официальная церемония встречи президента Греции, за которой последует личная беседа президентов Армена Саркисяна и Прокопуса Павлопулуса. Затем встреча в расширенном составе с участием делегации обеих стран. Президент обеих стран выступит с заявлением для прессы. Делегация во главе с президентом Греции посетит мемориал геноцида армян, возложит венок к мемориалу, увековечивающему память жертв геноцида армян, совершит экскурсию по музею-институту геноцида армян. В рамках официального визита планируется также встреча президента Греции с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем национального собрания Араратом Мирзаяном. В первопрестольном святом очмеатине Прокопуса Павлопулуса примет его святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Грегин II. Президент Сирии Башар Асад дал интервью государственному телеканалу Сирии и затронул различные вопросы, стоящие перед страной. Он коснулся различных народов и племен, живущих в Сирии, в частности, восхваляя армян в Сирии. Асад. Армяне – это нация с высоким национальным самосознанием, они в Сирии создали уникальное сообщество, имеют различные ассоциации и организации, сохранили свои национальные традиции. Я неоднократно присутствовал на мероприятиях армянских соотечественников и был свидетелем того, как наряду с армянскими песнями они также пели национальные песни нашей страны. Они уникальны тем, что обогатили нашу страну, сохранив свои особенности. Сирийские армяне во время войны доказали, что они полноценные сирийцы и равные граждане нашей страны. Я не хочу сравнивать, но в отличие от других, которые также являются частью нашей страны, армяне не хотели создавать отдельную страну и разделять Сирию. Те, кто говорят о независимых территориях, в Сирии служат для разделения родины. Например, есть люди, которые рекламируют свободный Курдистан в Сирии. Все это для нас неприемлемо, и мы должны бороться с ними. Разнообразие является для нас огромным богатством, и любые попытки разделения неприемлемы. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мавлют Чаушуглу в ходе телефонного разговора обсудили принятую ранее Палатой представителей Конгресса США резолюцию о признании геноцида против армян в Османской империи. По информации агентства, на Долу главы внешнеполитических ведомств двух стран также поговорили о ситуации в Сирии. Палата представителей Американского Конгресса 29 октября приняла резолюцию номер 296 о признании событий в Османской империи в период 1915 по 1923 годы геноцида. В ответ посол США в Анкаре был вызван в МИД, а президент Турции пригрозил отменой своего визита в Вашингтон. Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой критиковала Турцию за ее военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Законопроект призывает к немедленному прекращению операции на севере Сирии. При этом Франция заявляет о своей неизменной поддержке народным силам самообороны на севере Сирии и отмечает, что действия Турции могут привести к повторному появлению ИГИЛ. 2 ноября в 12 часов оркестр Нарекаций выступит за Вартаном Бадаляном и Лусине Мирзаханя на художественном институте Нарекаций в Шуши. Об этом заявила корреспондент у Арцахпресса Мариам Андреасяна, администратор художественного института Нарекаций в Шуши. По ее словам, оркестр Нарекаций получил вторую жизнь и продолжает функционировать под эгидой своего основателя-президента Нарека Арутюняна. С 2008 года оркестр много раз пастролировал по Европе и регионам Армении с концертами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Комитас Круг. КОНЕЦ ПОЛНЫЕ ВЕДЕО Оставайтесь с миром! КОНЕЦ